Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию я бы хотел представить результаты большого научного проекта, который был выполнен на базе МИГАЭК при финансовой поддержке русского географического общества на тему создания геоинформационной модели и интерактивной карты экологических рисков бассейна реки Океан. Научный коллектив. В данном научном проекте участвовали порядка пяти кафедр. Это кафедра картографии, кафедра космического мониторинга и экологии, кафедра прикладной информатики, кафедра визуализации геоданных и картографического дизайна МИГАЭК. Значит, что еще нужно сказать? Помимо сотрудников кафедр, которые участвовали в данном проекте, в этом исследовании принимало большое количество студентов, что немаловажно, порядка 20-25, которые по результатам этого исследования, данный проект был не больше года всего лишь, но за это время был сделан большой объем работы, и сегодня я попробую сначала некую теоретическую часть расскажу, а потом мне организаторы любезно помогут, мы зайдем на сайт этой интерактивной экологической карты, и я покажу, что она из себя представляет. И да, о студентах очень важно, что они, значит, участвуя в данном научном исследовании, получили определенные навыки, наработали, значит, умения определенные и знания, которые им вот помогли защитить выпускные квалификационные работы. Значит, немножко я хочу сказать про актуальность, почему данная тема исследований, она актуальна. Дело в том, что сегодня все социально-экономические проблемы, значит, вызваны тем, что ведется нерациональная хозяйственная деятельность. Это касается абсолютно всего. Особенно это касается крупных городов, где нарушено, значит, экологическое равновесие между объектами природно-экологического каркаса и теми объектами, которые, значит, созданы человеком. Понятно, что человек не может не изменять природную среду, но изменение природной среды он может идти двумя путями. С одной стороны, это гармоничные изменения, с другой стороны, это негармоничные изменения. Вот так вот сегодня по большей части, значит, наблюдается негармоничное изменение вот этой природной среды. Особенно это касается, значит, водосборных бассейнов, крупных рек и их притоков, одной из которых, вот у нас река Ака является правым притоком реки Волги. Все, наверное, наслышаны, что у нас была такая большая проблема водности реки Волги и была запущена даже государственная программа национальная по, значит, восстановлению тех экологических функций, которым вот присуща эта река. И вот почему вот эта тема еще актуальна? Потому что, значит, в пределах водосборных бассейнов ведется активная хозяйственная деятельность. Значит, речная сеть – это такая кровеносная система в нашем организме, которая разветвлена в различные, значит, части нашего физически плотного тела. И то же самое и у Земли. Речная сеть, она служит для не только переноса, собственно говоря, водных масс, но и для того, чтобы перенести энергию, питательные вещества. Нужно об этом не забывать. И сегодня вот активно ведется вот эта хозяйственная деятельность, особенно в прибрежной части, нарушая сток. Нарушая сток, нарушая прибрежную растительность, которая является аккумулятором, накопителем воды. И поэтому в связи с этим, значит, одной из целью данного исследования явилось выявление пространственных изменений. Водного бассейна реки Аки. На основе, значит, применения данных дистанционного зондирования и геоинформационного картографирования. Вот одним из элементов новизны данного научного исследования является то, что, вот, можно сказать, что впервые вот для изучения подобного рода объектов, природных экосистем, используется полностью автоматизированная обработка. Понятно, что где-то это была грубая обработка, дальше вот там будут некоторые примеры, но здесь задача получилась такая, что цель для нее была поставлена такая, что используя данные дистанционного зондирования в различных зонах электромагнитного спектра, применяя различные методики, подходы, вот первый сегодня докладчик в данной секции докладывал про нейронную сверточную сеть, и здесь она тоже вот была применена для решения одной из задач, я чуть ниже об этом скажу. Значит, немного справочные данные. Бассейн реки Окея, значит, занимает площадь порядка 245 тысяч квадратных километров и расположен на 9 субъектах России. Здесь уже представлен, значит, скриншот сайта интерактивно-экологической карты, с которой мы чуть с вами поподробнее чуть позже познакомимся. Здесь представлена ландшафтная основа. В качестве ландшафтной основы и почему была взята ландшафтная основа объясняется тем, что ландшафты – это природно-территориальные комплексы, которые друг с другом связаны не только структурно, связаны и энергетически, и, значит, связаны тем, что из одного, значит, структурного элемента ландшафта передается в другое энергия питательные вещества. И поэтому, если они нарушаются, значит, нарушаются и связи, экологические связи. И сегодня вот очень много говорят там про экологию, у нас там плохая экология, хотя это в корне неверно. Когда-то говорят, экология – это наука, нужно говорить экологическая обстановка. То есть очень на самом деле много опухолизма, но конкретных решений для тех экологических задач, как в сфере каких-то программ, и особенно на законодательном уровне, к сожалению, этого нет. И вот, когда происходит разрушение естественного природного ландшафта, понятно, что он каждые 150 лет меняется, однако в течение нашей жизни мы не можем отследить эти изменения, потому что в силу определенных объективных и субъективных причин продолжительность жизни, она занижена. То есть, ну, это другая отдельная тема, вот, которая тоже такая обширная. И, значит, поэтому, поскольку ландшафты имеют важное значение, природно-территориальные вот эти комплексы, и ландшафтная карта была взята за основу. За основу – это ландшафтная карта СССР, Гудилина. Почему именно эта карта? Потому что она содержит много, значит, подробностей в части отображения природно-территориальных комплексов различного ранга. Ну и, значит, любое исследование, которое направлено на изучение, значит, состояния, экологического состояния, изучение структуры, да, из чего это состоит, состоит этот объект. Важным значением был набор каких-то исходных данных, ну, какие данные нужны для того, чтобы исследовать данный объект. И вот здесь представлена, значит, разработанная совместно с коллегами та необходимая подсистема исходных данных, которая рекомендуется использовать для исследования вот подобных природных систем. Я комментировать не буду, потому что в целях экономии времени. Ну, здесь представлена таблица, значит, в которой отображены технические характеристики космических съемочных систем для решения тех или иных задач в рамках данного проекта. Конечно, здесь это, ну, в таком насеченном варианте показано, но тем не менее. Важным моментом вот исследования в этом проекте являлся блок тематической обработки. Здесь принимали участие в этом несколько групп, которые занимались, значит, тематической обработкой. Одна группа вот под моим руководством использовала программное обеспечение Envy, мы RGIS использовали, QGIS, MapInfo. Другая группа занималась в облачном пространстве Google Engine. Вот в первом, так сказать, докладе говорилась проблема о том, что, значит, обработка большого объема данных возникает при использовании нейроинно-сверточной сети. Ну, наши студенты, они вот, создавая определенные алгоритмы обработки в этой среде, им это удавалось, значит, обрабатывать большой объем данных на бассейн реки Аки. Как вы понимаете, это достаточно большая территория, и тех вычислительных мощностей в данном, на данный момент мигайки у нас не было, поэтому было принято решение вот в этом, значит, в облачном пространстве, решить ряд задач. И, значит, вот здесь представлены различные тематические задачи, которые решались по данным дистанционного зондирования. Ну, и дальше мы немножко пройдемся по тем, значит, задачам, которые были решены в рамках этого исследования. Значит, вот здесь представлен небольшой результат обработки тепловых каналов космических данных, которые позволили выявить, ну, будем так говорить, некое состояние температурного режима реки Аки и ее там вот притоков. Вот что характерно для теплового состояния? Вот повышение температурного фона наблюдается в местах расположения населенных пунктов. А о чем это говорит? О том говорит, что, ну, все мы знаем, что в городах температура на 3-4 градуса выше. А если она выше на 3-4 градуса, значит, и те объекты, которые вот через него проходят, в данном случае река, значит, тоже имеет повышенный фон. Плюс, ну, не нужно забывать, возникают различные тепловые сбросы. Это могут быть разовые сбросы, залповые сбросы и так далее. Все это влияет на тепловой режим реки и на, значит, биоразнообразие, на то, какие функции, вот те экологические функции, которые выполняют эти организмы. Это очень важный момент. Здесь фрагмент показан, но на другом протяжении реки, в удаленности от населенных пунктов, наблюдается совершенно иная картина, где температурный режим, он уже имеет более, в общем-то говоря, приближенный к естественному фону. Ну, вот здесь фрагмент. Это на примере, так сказать, населенного пункта, это у нас колонна. У нас было три тестовых участка, где мы более подробно делали, проводили исследования. Это колонна, серпухов и каширы. Еще одним важным аспектом является, значит, исследование состояния и каталогизация полигонов твердобытовых отходов. Вот тут в августе месяце мы с моим аспирантом ездили на один из полигонов в Подмосковье, где наша задача была обследовать этот полигон и, значит, сделать забор проб воды. Сам по себе это место, оно сразу видно, что на него пополучено, и оно влияет в достаточно сильной степени на состояние окружающей среды и на, значит, поверхностные водные объекты, что и показали результаты химико-лабораторного анализа. И при этом происходит загрязнение почвенного покрова, а все это передается в грунтовые воды, и далее это передается, значит, в главные русла реки. Ну, здесь представлена технологическая схема такая. Ну, а вот пример, значит, это отображение полигонов, которые были выявлены в пределы бассейна реки Океи. Как мы видим, здесь достаточно много этих полигонов. Они имеют, значит, различные по площади размеры, их состав, потому что там есть полигоны не только твердобытовых отходов, но и другие промышленные. Также это могут быть полигоны строительных отходов и так далее. Там на карте, вот сейчас наиболее подробно это посмотрю. Здесь вот пример, значит, оценки экологического риска. На примере тестового участка построена, значит, водоохранная зона, а также построена санитарно-защитная зона полигона твердобытового отхода. И можно увидеть, значит, вот там есть небольшой такой водоток. И вот, несмотря на то, что этот водоток не выпадает в санитарно-защитную зону, но потенциально данный полигон может оказывать негативное воздействие на, значит, экосистему вот этого водотока, но и в целом на экосистему реки Океи. Еще одним важным аспектом было это выявление градостоятельной освоенности территории, потому что сегодня по всей России наблюдается такая тенденция, хаотичность, значит, застройки, когда нет научно-методического обоснованного подхода к этому вопросу очень много говорится, но как строят хаотично и бессистемно, так это и происходит. И, к сожалению, это приводит к тому, что возникает огромное количество, с чего я начал, социально-экономических проблем. Все это связано только с этим. Просто не все это видят и не выводится это на поверхность, потому что есть определенные бизнес-интересы, которые мешают решению этих проблем. И здесь вот дальше практическая реализация, то есть на весь бассейн реки Океи был получен тематический слой, который отражает застроенность территории, как она менялась. Эта информация очень важна, потому что для того, чтобы принимать решение о территориальном планировании той или иной территории, нужно иметь представление, каким, значит, образом данная территория на дистанции развивалась. То есть посмотреть, какие типы застройки были, где это происходило, где это происходило хаотично, где это было, значит, более разумно и так далее. Ну вот здесь еще один пример, значит, показан на определенном участке, значит, когда появлялась застройка. То есть то, о чем я сейчас, то, что выше говорил. Еще одним важным компонентом, значит, элементом оценки экологических рисков является изменение береговой линии. Почему это так? Потому что у нас есть закрепленное понятие в Водном кодексе России, водоохранная зона, которая устанавливает, значит, в зависимости от протяженности реки, зону, в которой, значит, регулируется хозяйственная деятельность. И сегодня, к сожалению, очень часто, вот я живу в районе, там, Коломны, и вот эта водоохранная зона, она очень сильно освоена с точки зрения сельского хозяйства. Ну а если это так, высокая антропогенная нагрузка, значит, и нагрузка возникает на саму экосистему реки Окея. И вот здесь, значит, группа наших студентов, в основном это принимали участие вьетнамцы, значит, они очень такие продвинутые, вот, работы сделали по этой тематике, и они вот предложили такую методику, значит, применение нейронно-сверточной сети. Значит, что можно здесь сказать? Для обучения этой сети им понадобилось большое количество, значит, изображений. С чем это связано? Потому что береговая линия – это достаточно динамичный объект. Это очень достаточно сложно. Но более-менее удовлетворительные результаты у нас получились, хотя там вот есть и недостатки определенные. Но в силу ограниченности нашего проекта во время нам нужен был какой-то результат. И здесь вот пример реализации, то, что было сделано, значит. И как это выглядит на интерактивной экологической карте. Опять же, на примере одного из объектов населенного пункта. Здесь это можно вот увидеть. Это очень важно, потому что изменение береговой зоны, береговой линии, влияет на вот эту водоохранную зону. Значит, здесь представлена у нас технологическая схема создания мультимасштабной интерактивной карты. В качестве общего географической основы была использована единоэлектронная картографическая основа. Вот. Ну, я здесь подробно не буду останавливаться. Структура картографической базы данных. Здесь вообще географическая основа, тематические данные. В общем, те все слои, о которых я сейчас чуть выше говорил. Структура про станционную базу данных. Здесь бы я отметил слой, который очень важен. Это слой особо охраняемых природных территорий. Поскольку они являются структурной единицей природно-экологического каркаса, выполняющего функцию по поддержанию равновесия. Здесь представлен алгоритм построения водосборных бассейнов с использованием саховых моделей рельефа для того, чтобы в дальнейшем смоделировать интерактивную карту экологических рисков. Здесь вот представлены те показатели, на основании которых строилась карта экологических рисков. Для каждого были выбраны показатели. Здесь их 7 показателей. И для каждого показателя был определен вес, который вносит вклад в экологический риск. Это может быть положительный эффект, это может быть отрицательный эффект. Там, допустим, застроенность территории на единице площади. Вот эта карта, значит, которая отражает степень экологического риска. Вот территория по бассейну, значит, бассейна реки Аки. Вот это мы пропустим. Здесь у нас, значит, что технологическая схема согласования общего географического и тематического содержания мультимасштабные интерактивные карты. И, значит, были реализованы, значит, некие инструменты для анализа. И сейчас вот мне организаторы, если помогут, включить, значит, сайт этой карты, я вам покажу более детально, какие там тематические слои. Мне только нужно сесть за компьютер. Вот значит, вот, Вот созданный царь, где это интерактивная геологическая карта. Что здесь есть? Здесь у нас есть тематические слои. Сейчас мы пройдемся, я просто покажу, какие тематические слои есть. Дальше у нас подложка. Картографическая основа, космические снимки, облака рельефа и инструменты. И давайте пройдемся к тематическим слоям, которые были созданы в рамках этого проекта. Что здесь у нас есть? Здесь у нас есть ландшафтная основа. То, о чем я говорил. Здесь у нас есть леса, которые были построены по данным автоматизированной обработки, данных дистанционного зондирования. В Google Engine. Застроенная территория. Важный аспект. Мы там приближаем. Это можно увидеть. Дальше. Особо охраняемые природные территории, которые составляют, как я уже говорил, основу природного галактического государства. Основные источники загрязнения. Наши полигоны твердопутовых отходов, промышленные объекты, водозаборы, очистные сооружения, населенные пункты. Тоже при увеличении. Это можно увидеть. Большой блок посвящен климатическому анализу. Поскольку изменение природных посетей не может быть оторвано от изменения климата. Какая здесь информация? Это метеостанция. Средник. Годовые температуры. Годовые осадки. Гидротермический коэффициент. Температуры и осадки. Годовые температуры. Годовые температуры. Годовые температуры. На тестовой участке здесь мы можем для всех плохого кашейной колонны более подробные исследования увидеть. Мы сейчас не будем на этом устанавливаться. И вот карта экологических рисков. Которая визуально показывает, в какой части водосборного бассейна, в бассейне реки, где наблюдается высокая степень тропогенной нагрузки. И вот можно увидеть, что в пределах города Москвы и прибрежных таких территорий здесь высокая степень тропогенной нагрузки. И это можно увидеть, это отражается на состоянии рек. И в заключение, что я хотел сказать, значит, вот... Значит, вот эта технология, она, конечно, может быть не до конца отработана, но потенциально она может быть использована для решения, значит, задач информационного обеспечения. При принятии различных управленческих решений в области территориального планирования, в области городостроительства, на другие бассейны. То есть у нас была задача и на более крупные, значит, бассейны рек это делать. Но это вот перспектива. Вот все, что, наверное, хотел сказать. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за такой интересный доклад и вообще за масштабную работу. Ну, это большой коллектив. За это... Я не знаю, да. Только ведь у меня одна группа была, там, пять студентов, а у нас таких групп было, наверное, штук шесть-семь. То есть это очень... И сжатые сроки, и сжатые очень сроки были. Спасибо за доклад. Очень интересно. У меня такой вопрос. У нас вот в стране именно проект экологии реализуется, и есть отдельный федеральный проект по Волге. Доводились ли эти сведения, да, Минприрода, Росприроднозор? Какое преклонное понятное исследование? Куда дальше эти данные пойдут? Велась ли эта работа или будет вестись? То есть где вот именно выход, да, то есть из Испании этих частей сохранения? Значит, мы контактировали с ведомствами в области водных ресурсов, откуда мы брали данные. И они, кстати, очень заинтересованы вот в такой информации, потому что сегодня проблема ОКИ – это ее обмеление, потому что есть большие участки, где практически нет судоходства, где ее глубина, ну, где-то порядка 80 сантиметров. Есть участки, это связано с добычей песка на протяжении достаточно продолжительного количества времени. Что касается вот взаимодействия. На данный момент вот мы пока не выходили, значит, на такие площадки, но я думаю, что, еще раз говорю, подчеркну, что у нас есть задумка дальше это продолжать. И лично у меня, не как только сотрудник МИГАЭК, но и как начальника Центра научно-технологического развития Роскартографии, мне хочется, чтобы эта технология пошла в жизнь. Вот я уже с своими коллегами разговаривал, и я считаю, что, значит, ее можно в дальнейшем использовать, тиражировать для решения этих задач. Потому что сегодня принятие управленческих решений в области градостроительства, территориально планируют, часто происходит без учета этой информации. Ну, вообще информации о природных экосистемах. И строят так, как им вздумалось, как генеральные часто планы делают. Там сидит какая-то команда, да, она рисует на карте. Вот это генеральный план развития. Но на местности-то никто, ну, довольно-таки редко, значит, получают информацию об этом. И ее используют. Вот так в чем вся проблема. Вы думаете, вот проблема опробок и перенаселенности, а это что, от того, что там их много людей? Да нет, проблема не в этом. Проблема в том, что в одном месте сконцентрировано большое количество людей. А экосистема не может выдержать такую нагрузку. Вот в чем вся проблема. А почему это она возникает? А отсюда возникают все социально-экономические проблемы. И тратится огромное количество денег на это. Бюджетных, между прочим. Я закончил. Ну, можно короткий вопрос. Да. А каков сейчас, в данный момент, доступ к этим данным? Что за лицензия в этих данных? Вы говорите, что к ним используют данные. К ним как можно достучаться? Какова их нормативная основа? Даже не нормативная, а лицензионная основа? Может ли кто-то их использовать? Указано ли там условие использование? Можно ли к ним достучаться по опишечке? И не говорите, что наобокс вообще закрыт платформу для России. В основном наобокс сделан. Вы имеете в виду в части вот этой интерактивы? Да. Чтобы я подключился в свою систему, всосал ваши данные. Да, это сейчас открытые данные. Это сделано в рамках научного проекта. В рамках одной из целей, это не только исследование простанства изменчивости экосистем бассейна и реки, но и популяризация, привлечение внимания. Если это вы включите в свои задачи, это будет здорово, потому что больше людей будет знать об этом. Здесь как бы перед нами русско-географическое общество в этой части никаких условий не ставило. Это сейчас открытый сайт, все могут этим пользоваться. Я специально это показал, и вы можете в своих задачах это использовать. Но я не знаю таких ограничений в этой части. Коллеги, у нас еще два доклада. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ